ребята всем привет добро пожаловать на канал в эфире рубрика бесплатные обзоры сегодня у нас на обзоре будет штурмовая винтовка mp43 дробь 1 давайте взглянем на нее поближе это пока уберем данная винтовка расположилась на пятом боевом рейтинге за немецкую ветку прокачки как раз после мкб-42 h перед стг-44 данная штурмовая винтовка является переходной моделью между мкб-42 и mp43 сделана под промежуточный патрон в отличие от предшественника ведет огонь с закрытого затвора ребят ну смотрите калибр у данного винту у данной винтовки 792 является промежуточным он более мощный нежели пистолетный но чуть-чуть все таки не дотягивает до винтовочного урон реализован на уровне 8 и 0 начальная скорость пули 680 метров в секунду темп стрельбы 600 что является оптимальным темпом стрельбы на всех рангах но это мое личное мнение перезаряжается за две с половиной секунды вертикальная дача 41 горизонтальная 10 всего в магазине патронов 30 ребят давайте я наглядно покажу сравнительные ттх винтовок мкб мп-43 дробь 1 и стг-44 ребята вашему вниманию представляются сравнительные характеристики трех винтовок слева направо мкб-42 посерединке мп-43 и справа стг-44 эти винтовки практически ничем не отличаются по своим тактико-техническим характеристикам калибр у них одинаковый урон у них одинаковый снижение урона на расстоянии в метрах одинаковое единственное отличие в скорострельности темп стрельбы в минуту отличается у стг-44 она выше время перезарядки самое меньшее у мкб-42 ну а также есть незначительные изменения отличия вертикальной и горизонтальной отдачи емкость магазина у всех одинаковая составляет 30 патронов из этого можно сделать следующий вывод что останавливаться долго на мкб-42 и на мп-43 дробь 1 не стоит качайте и прокачивайте стг-44 ну а мы продолжаем данная винтовка открывается только в том случае если вы прокачаете штурмовика 4 класса и подвязана к 77 пехотному полку 26 пехотной дивизии а также к этому отряду подвязана винтовочка стг-44 и чтобы вам прокачать эти винтовки в топ вам нужно играть именно этим отрядом в данном случае в этом отряде находится 4 штурмовика которые вооружены мп-43 дробь 1 ну а также у меня здесь есть радист и обычный пехотинец они вооружены фг-42 2 ну а далее ребята я вам расскажу краткую историческую справку по этому оружию а также может быть интересные факты о истории создания мп-43 дробь 1 и все что с ней связано ребят создание данной винтовки неразрывно связано с стг-44 и мкб позвольте об этом рассказать более подробно стг-44 от немецкого штурм гевер 44 штурмовая винтовка сорок четвертого года немецкое автоматическое оружие автомат штурмовая винтовка под промежуточный патрон 7 на 92 на 33 миллиметров разработанная в конце второй мировой войны также известная под обозначением mp-43 и mp-44 их было выпущено около 450 тысяч штук среди автоматов современного типа стала первой разработкой производившегося массово от пистолетов-пулеметов второй мировой войны она отличалась значительно большей дальностью прицельной стрельбы в первую очередь за счет использования промежуточного патрона более мощного и с лучшей баллистикой чем пистолетные патроны используемые в пистолетах-пулеметах история нового автомата началась с разработки фирмой полте из максбруга промежуточного патрона 7,92 на 33 миллиметра для стрельбы на дистанции до 1000 метров в соответствии с требованиями выдвинутыми специальной комиссией в 1935 году по 1937 год были проведены многочисленные исследования в результате которых первоначальные тактико-технические требования конструкции оружия под новый патрон были переработаны что привело к созданию в тридцать восьмом году концепции легкого автоматического стрелкового оружия способного одновременно заменить в войсках пистолеты-пулеметы магазинные винтовки и ручные пулеметы 18 апреля тридцать восьмого года специальная комиссия заключилась хуга шмайсером владельцем фирмы cj nl контракт на создание нового оружия прототип штурмовой винтовки именовался свера машин пистоля тяжелый пистолет-пулемет вскоре он получил официально обозначение мкб от немецкого машинам карабинар автоматический карабин шмайсера возглавлявший конструкторную группу передал первый опытный образец автомата в распоряжение этой специальной комиссии в начале сорокого года в конце этого же года контракт на проведение исследований по программе мкб получила фильма вальтер под руководством эриха вальтера карабин этой фирмы был представлен офицером отдела артиллерийско-технического снабжения в начале сорок первого года по результатам стрельб на полигоне в кумельсдорфе автомат вальтера показал удовлетворительные результаты однако доводка его конструкции продолжалась в течение всего сорок первого года в январе сорок второго года специальная комиссия потребовала от фильма хеннель и вальтер предоставить по 200 карабинов получивших обозначение мкб-42 h и мкб-42 w соответственно 14 апреля сорок второго года образцы были представлены гитлеру к этому моменту фирма хеннель уже завершила изготовление опытной партии из полусотни автоматических карабинов фирма вальтер же представила один единственный экземпляр в апреле сорок второго года 25 винтовок хеннеля передали для испытаний в пехотное училище которая дислоцировалась в дербице в июле состоялась официальная демонстрация опытных образцов обеих фирм по ее результатам комиссия и руководство министерства вооружений остались довольны что доработки автоматов закончатся в самое ближайшее время и уже концу лета начнется производство планировалось изготовить 500 карабинов к ноябрю а к марту сорок третьего года довести ежемесячное производство до 15 тысяч однако после августовских испытаний комиссия внесла новые требования в тактико-техническое задание что ненадолго задержало начало производства по новым требованиям на автоматах должен быть смонтирован прилив для штыка а также должна была быть предусмотрена возможность крепления ружейного гранатомета в дополнение к этому у фирмы хеннель возникли проблемы с субподрядчиком а у вальтер с налаживанием производственного оборудования в результате к октябрю он не был готов ни один экземпляр мкб-42 в ноябре 42 года офицером генерального штаба продемонстрирован мкб-42 h с измененным затвором винтовка имела приклад нового типа прицел опущен и снабжен металлическим ограждением в декабре 42 года пехотное училище в дербице приступило к сравнительным испытаниям мкб-42 h и мкб-42 w с карабином 98 к образец вальтера офицеры пехотного училища оценили как чрезмерно сложным и чувствительным к фронтовым загрязнениям образец хеннеля отличался простой и прочной конструкцией легкой сборкой и разборкой длинной линии прицеливания но более тяжелый с ноября 42 по июль 43 года было выпущено примерно 12 тысяч мкб-42 h а мкб-42 w всего около 200 штук производство шло медленно в ноябре 42 года вальтер изготовил 25 карабинов а в декабре 91 но благодаря поддержке министерства вооружений фирмам удалось решить основные производственные проблемы и уже в феврале план производства был превышен 1217 автоматов вместо 1000 некоторое количество мкб-42 приказом министерства вооружений альберта с шпейра отправилась на восточный фронт для прохождения восковых испытаний в ходе испытаний было выявлено что более тяжелый мкб-42 h уже сбалансирован но надежнее и проще конкурента поэтому специальная комиссия отдала свое предпочтение именно конструкции шмайсера однако потребовала произвести в ней некоторые изменения такие как заменить у с м на курковую систему вальтера надежную и обеспечивающую большую кучность боя одиночными выстрелами а также изменить конструкцию шептала установить флажковый предохранитель вместо предохранителя путем ввода рукоятки перезаряжания в поперечный паз ствольной коробки привычного по пистолетом пулеметом mp-40 укоротить трубу газовой камеры заменить окна большего сечения для выхода остаточных пороховых газов из трубки газовой камеры на 7 миллиметров для повышения надежности оружия при эксплуатации в сложных ситуациях ввести технологичные изменения в затворе и затворной раме с газовым поршнем изъять направляющую втулку возвратно-боевой пружины упразднить прилив для штыка вследствие пересмотра тактики использования автомата и принятия на вооружение специального гранатомета с иным способом крепления на стволе и упростить конструкцию приклада помимо вальтера у хеннеля были и другие конкуренты сорок втором году а люфтваффе заказала разработку винтовки по собственным требованиям под штатный винтовочный патрон поскольку армия была заинтересована в унификации боеприпасов к стрелковому оружию были назначены сравнительные испытания систем мкб-42h и фальшштурм ягер гевер однако из производственных проблем связанных с изготовлением фг-42 испытания не состоялись также в январе 43 года была завершена разработка полуавтоматической винтовки гевер 43 в начале 43 года наименование оружие мкб-42h поменяли на мп-43а подобное обозначение служило своеобразной маскировкой поскольку гитлер не желал производить оружие нового класса страшась что на военных складах окажутся миллионы устаревших патронов для винтовок и ручных пулеметов к этому времени конструкция валтера была снята с конкурса а конструкция хеннеля претерпела существенные изменения в части затвора в апреле 43 года был разработан мп-43 б летом обозначение вновь сменили на мп-43 дробь 1 и мп-43 соответственно серийное производство мп-43 дробь 1 началось в июне 43 года и продолжалось до декабря мп-43 когда приоритет отдали выпуску улучшенного мп-43 всего изготовили около 14 тысяч экземпляров мп-43 дробь 1 к осени 43 года конструкция мп-43 дробь 1 была несколько изменена так чтобы его можно было комплектовать стандартным винтовочным гранатометом разработанным для карабина карабинер 98к мп-43 дробь 1 легко отличим по прямому стволу и квадратному основанию мушки в ходе модификации в передней части ствола сделали уступ изменили форму основания мушки версия со ступенчатым стволом и стала именоваться мп-43 в дальнейшем конструкция оружия почти не изменилась вплоть до окончания второй мировой войны благодаря шпейру модернизированный мп-43 поступает на вооружение танковой дивизии сс викинг которая провела первые полномасштабные войсковые испытания мп-43 было установлено что новый карабин является эффективной заменой пистолетом пулеметом и магазинным винтовкам увеличивавший огневую мощь пехотных подразделений и сниживший необходимость использования ручных пулеметов гитлер получил множество лесных отзывов о новом оружии от генералов сс специальная комиссия и лично шпейра и в результате чего в конце сентября 43 года появилось распоряжение о начале массового производства мп-43 и его принятия на вооружение в декабре 43 года управление вооружений и фирма хенель обсуждали окончательную конструкцию мп-43 по результатам дискуссии в конструкцию изделия внесли ряд изменений в частности усилили газовую камеру и снабдили ее цилиндрическим колпачком с шайбой гровера на конце что упростило разборку и сборку оружия тогда же отказались и от направляющих для крепления оптического прицела zf-41 концу февраля 41 года удалось собрать всего 22 900 пистолетов пулеметов мп-43 дробь 1 и мп-43 6 апреля 44 года верховный главнокомандующий издал приказ и где направление мп-43 заменено на мп-44 а в конце октября 44 года оружие получило четвертое и окончательное название турмовая винтовка штурм гевер стг 44 считается что это слово изобрел сам гитлер в качестве звучного имени для нового образца которое должно было бы использовать с целью пропаганды при этом в конструкции самого автомата изменений и не вносилось сборочные предприятия в первую очередь использовали для производства штурмовых винтовок деталей из заделов поэтому на оружие выпуска 45 года встречается маркировка мп-44 хотя обозначение уже было изменено на стг 44 в общем количестве произвели 420 тысяч по некоторым данным 440 тысяч мп-43 мп-44 и стг 44 помимо хеннеля в производстве стг 44 также участвовали пред другие предприятия из-за проблем с монтажом гранатометов и оптических прицелов штурмовая винтовка не могла полностью заменить карабинер 98 к к тому же дефицит укороченных патронов ощущался на протяжении всей войны так в рапорте высшего командования сухопутных войск от 16 июня 44 года говорилось что мп-44 станет стандартным оружием пехоты только в случае решения проблемы с боеприпасами всего до конца войны было изготовлено порядка 420 тысяч экземпляров стг 44 в послевоенное время использовалась народной полиции гдр армии и полиции фрг франции швеции скандинавских стран вооруженными силами чехословакии и воздушно-десантными силами югославии вопреки частому заблуждению стг 44 не связан с а к автоматом калашникова тем не менее она служит отправной точкой и образцом для разборки последнего концепция промежуточного патрона была заимствована впоследствии многими странами в августе 45 года из имеющихся в сборочных цехах деталей были собраны 50 экземпляров стг 44 и вместе с 10 тысячами листами технической документации переданы красной армии для налаживания производства в ссср в октябре 45 года хьюго шмайсер был привлечен к работе в так называемой технической комиссии красной армии задачей комиссии был сбор информации о составлении разработок новейших образцов немецкого оружия чтобы использовать эти наработки в производстве советского оружия что ребята какой можно подвести итог в принципе оружие для своего боевого рейтинга как раз подходит она очень эффективная ну а если вы его выкачайте в топ а если у вас будет отряд с этим оружием который будет выкачан в топ то будет очень здорово скорострельность здесь хорошая перезарядка здесь быстрая точно здесь на высоте но знаете что я наверное бы посоветовал бы вам все-таки докачаться до стг 44 а mp 43 дробь 1 оставить в качестве коллекции в своем арсенале что ж ребята если вам видео понравилось ставим палец вверх и подписываемся но я с вами прощаюсь в эфире была рубрика бесплатные обзоры и хотабыч всего хорошего вам до свидания